Саран-саран, с вами я Ри Ран, и это дайджест кип-поп новостей. Бан Ши Хёк поучаствовал в форуме и рассказал, что нет никаких гарантий, что BTS вернутся в 2025 году и вернутся вообще. Естественно, это обеспокоило поклонников, затронем с вами сегодня эту тему. Конечно же, поговорим про долгожданный дебют Ши Мина, есть у нас некоторые другие ожидаемые камбэки. Об этих и других новостях прямо сейчас будем говорить поподробнее и полетели. Начнем с обновок Бэк Хуэта, участник уже ныне бывших расформированных Нью Ист, анонсировал свой индивидуальный лайтстик, вы можете на него посмотреть. От себя лично скажу, что касается моего мнения. Мне очень понравилось, с одной стороны это ваконичное, с другой стороны мило, а ваши отзывы я буду ждать в комментариях. Что касается школы для айдолов от SM Entertainment, сделали они анонс, что такой школе быть. Объединились они с неким модельным агентом под названием S-Team и будут преподавать в течение трех лет хореографию, вокал, актерское мастерство, артистизм и всякое-всякое разное рассчитано на тех учеников, кто бросил школу и хочет стать звездой, готов себя полностью этому посвятить. Это не бесплатно, потому что три года обучения разделено на семестры и один семестр стоит 7700 долларов с лишним. Понимаете, да? Не каждый может себе это позволить, и не теземные уже негативно об этом отозвались. Говорят, что таким образом SM Entertainment, которые ранее оплачивали занятия для своих стажеров и давали им возможность окупить себя уже после дебюта, вот хотят уйти от этих расходов и, собственно, дать возможность трене самим платить за себя и не дают никаких гарантий последующего дебюта. Более того, брошенные школы, обычные школы, потом это практически никак невозможно наверстать. Ладно, говорят, молодежь, которая хочет быть артистами, не видит ничего кроме этого, но куда смотрят их родители и кто вообще может под этим подписаться? Я хочу ваше мнение о такой школе узнать в комментариях, потому что, мне кажется, это не что-то новенькое и школы для айдола существовали уже давно. Тут просто есть некая, знаете, такая зацепка, что, будучи в этой школе, у тебя есть шанс дебютировать и вообще быть увиденным в SM Entertainment и, соответственно, попасть в дальнейшую какую-то группу или дебютировать сольно. Буду ждать ваше мнение. Но что касается этого продолжающегося конфликта SM Entertainment к айдолу, продолжают потихоньку высказывать свое мнение, показывать его. Так, например, Санни недавно поделилась сообщениями, где сказала, что, несмотря на всю эту неразбериху, в SM Entertainment единственное, что остается неизменно, это ее любовь к фанатам и их связь друг с другом. Там не было никакой конкретики, никаких позиций, которые она занимала, за это ее, собственно, похвалили, но есть альтернативное мнение. Так, например, Тейон поделилась сперва скриншотом с топ-кадром из Дорамы. Слава сейчас очень популярная, да. И там показано заявление об уходе. Она зачеркнула имя героини и подписала там свое. Естественно, знаете, такой намек, как будто бы она собирается уволиться. В дальнейшем она загрузила еще одну стори в мысль, которая тезисно, если обозначит, ничего не вечно и, в принципе, все, наверное, к лучшему. Многие люди распознали в этом намек на то, что он действительно хочет уволиться из SM Entertainment. И, естественно, это напрямую связано с нынешней политикой руководства SM Entertainment и с тем, что ушел Лисуман. Ю Йон Джин – легендарный, звездный продюсер SM Entertainment, написавший целую кучу хитов для артистов SM. Тут уже без всяких намеков уволился, покинул SM и многие по этому поводу забеспокоились. Говорят, что SM потеряли одного из гениальнейших продюсеров, следом за Лисуманом. И, естественно, эта новость обеспокоила, что ж там будет дальше. Естественно, музыка ныне восходящих сейчас девочек эспо в полной мере практически продюсировалась им непосредственно. И говорят, что это, конечно же, отразится на том, в каком виде мы будем видеть эспо дальше. Некоторые празднуют, говорят, что теперь у нас есть шанс, что у девочек будет более справедливое распределение партий, будет более, как бы, правильная, по мнению Нитизин, лирика и всякое разное. Так что некоторые уже порадовались его уходу, поздравили, сказали, с катертью дорожка. Но давайте просто поживем, посмотрим, что там дальше будет. Тем не менее, вы знаете, есть такая фишечка, что не каждый человек, называющий себя композитором или продюсером, действительно может создавать хиты, оказывающие влияние уже на многие поколения вперед. И я бы так не размахивалась просто талантливыми людьми, но то ладно. Что касается девочек эспо, также активно сейчас появляются статьи о прошедшем в Японии концерте девчонок. Несмотря на то, что они, по сути, не дебютировали в Японии, у них там огромная фан-база собрали, они огромную площадку, немножко говорили на японском, и это тоже сейчас активно обсуждается. Но одна из тем, которую мы затронем отдельно, касается Ниль Мин, которая не так давно рассказала, что у нее на самом деле проблемы с правым глазом, и она практически им ничего не видит. Что было шоком для поклонников, которые об этом не знали. Есть упоминания того, что у нее вроде бы как ранее уже была операция, но, честно говоря, по этому поводу подробностей я не нашла. Тем не менее, многие сопоставили ее рисуночки, когда нарисуют эмоджи или какие-то мордашки, там перечеркнут правый глаз, возможно, это является как раз-таки отсылкой к тому, что она правым глазом практически не видит. Люди теперь разгадали ту тайну, почему Ниль Мин чаще всего в аэропорте или где-либо появляется в очках, потому что вспышки и все остальное, это все негативно, этот яркий свет действует на нее и на ее зрение. Но она не единственная, кто вызвал беспокойство со стороны поклонников, в частности артистов SM Entertainment, так, например, Онью, который не так давно вернулся, мы с вами уже несколько раз обсуждали его сольное возвращение. Я уже также упоминала свои реакции, что он очень сильно заметно похудел. Сейчас появилась фотография от SM Entertainment, на которой Онью действительно мордашкой очень исхудавший. Он сам по себе по телосложению худощавый, но мордашка у него всегда была округлая. Сейчас, видя, что у него так сильно похудели, спали щечки, похудело лицо, люди переживают, насколько же, в принципе, его тело тогда худо, если сопоставлять это с его особенностями. С другой стороны, люди говорят, что выглядит он достаточно хорошо и здорово. Плюс ко всему, он всегда делал акцент на том, что он заботится о своем здоровье и относится к нему участливо, потому что хочет как можно дольше оставаться с поклонниками. Более того, молодым артистам он часто давал советы о том, что нужно о себе хорошо заботиться и не забивать на свое здоровье. Также некоторые, кто уже побывал непосредственно на его концерте или на каких-либо мероприятиях, связанных с его продвижением, говорят, что да, Онью похудел, но он более естественно и узнаваемо выглядит непосредственно со сцены, а вот эта вот фотография, скорее всего, была просто подвергнута редактуре, фильтрам со стороны SM Entertainment, и поэтому он выглядит практически неузнаваемым на ней. В целом, он выглядит достаточно здоровым и, возможно, здоровее, чем когда-либо. Тоже буду ждать ваши обсуждения по этому поводу. Прямо сейчас буду благодарить тех, кто стал спонсором этого новостного выпуска. Прочитаю ваше сообщение. Мариночка, от тебя пришла ко мне большая помощь. Ты написала, Аречка, береги себя и сердечко. Спасибо большое, Мариночек, ты тоже себя береги. Спасибо как за поддержку, так и вот за такое теплое пожелание. Нехороший Тоша, опять от тебя огромная помощь мне пришла с подписью. Спасибо, я тебя тоже в очередной раз благодарю и отправляю, как всегда, саранкульки. Спасибо, приспасибо, что продолжаешь меня поддерживать, несмотря ни на что. Следующее сообщение от Анхельги. Ты написала, Ари, спасибо тебе за твой труд. Разбор по СМ у тебя просто лучший. Продолжайте вы мне вспоминать этот разбор по СМ. Хотя я периодически порываю сесть и еще какие-то коротышки ролики отдельно по СМ подснять, для того, чтобы не вставлять их в новостные ролики, ибо они занимают доминирующую часть. Но пока что, вот видите, по чуть-чуть мы справляемся и обсуждаем новости по СМ в разрезе новостных выпусков. Также, Светланочка, ты написала, если в твоей душе осталась хоть одна цветущая ветвь, на нее всегда сядет поющая птица. Вот. Или бабочки, мне еще нравятся бабочки, как вам. Светик, спасибо тебе большое, как всегда, глубокомысленно, достойно отдельных каких-либо обсуждений. Ребятушки, спасибо вам всем за поддержку меня, за такие теплые сообщения. Вот такая саранкулька вам в конце, большая-пребольшая. А теперь возвращаемся к новостям. Ну, а давайте поговорим про ту самую конференцию, тот самый форум, который связан с искусством и со сферой развлечения в Южной Корее, которую посетил Бан Ши Хёк и сказал там много чего. И, естественно, по отрывкам разлетелись эти его речи по сети, как отдельные темы для обсуждения. Я коротко обозначу, что он там рассказывал. Во-первых, он поделился, как же отреагировал Ли Суман на то, что хайп решили остановиться и не драться с какао за главенство в SM Entertainment. Бан Ши Хёк сказал, что Ли Суман отреагировал вполне безэмоционально. Единственное, что он спросил, зачем отступать сейчас, когда можно в этом победить. С другой стороны, Бан Ши Хёк поделился, что изначально они не планировали вот так вот вставать в схватку за SM Entertainment. У них были интересы относительно SM и в течение последних двух лет они периодически отправляли запросы на покупку акций, но их отклоняли. И в конце концов, стоять за SM Entertainment и тратить на это большую сумму, либо же вкладывать эти деньги в популяризацию артистов на мировой арене, они пришли к выводу, что, наверное, все-таки стоит сосредоточиться на втором, тем более, что с первым не сильно ладится. В конце концов, когда вот не так давно Ли Суман связался с Бан Ши Хёком и сделал ему предложение, Бан Ши Хёк махнул рукой и сказал «А давайте!». То есть, получается, знаете, это было практически мимолетным решением, но с другой стороны, конечно же, это обдумывалось задолго. И какие-то определенные подробности и моменты соприкасания хайп с SM рассматривались непосредственно в хайп, непосредственно Бан Ши Хёком. В общем-то, они приняли решение, которое приняли, и это мы с вами обговаривали, не буду об этом останавливаться. Есть еще некоторые моменты, которые Бан Ши Хёк упомянул, в частности, то, что все-таки кей-поп сейчас переживает спад на международной арене. Эту тему мы с вами обсуждали ранее, он говорил это ранее в интервью, что негативно было по большей мере встречено нетезенными фанатами, которые утверждали, как так, если все показатели растут, о каком спаде вы говорите, видно, просто хотите придать ценности мальчишкам BTS, дескать, вот они пошли в армию и начался спад. Но Бан Ши Хёк здесь уже второй раз делает на этом акцент и говорит, что если вы этого не замечаете, то это единственное, о чем свидетельствует о том, что вам нельзя заниматься бизнесом. И что действительно уровень интеграции кей-поп в мировое сообщество снизился в последнее время. И он сравнивает это со статистикой других крупных мировых компаний. Например, мировые продажи Universal, которые составляют практически 32%, Sony 22% практически и также Warner Brothers 16% лишним. И получается, что все вместе самые крупные агентства Южной Кореи составляют всего 2% в этой массе. Это мало и действительно сейчас нужно как можно больше создавать суперзвезд. То есть речь идет не столько о том, что нужно как можно больше артистов дебютировать, чтобы покрывать массой, но и среди тех, кто будет дебютировать, как раз таки выискивать те, кто способен стать суперзвездой и занять весомую позицию на международном рынке. Он упоминает, конечно же, влияние BTS на это все и говорит, что действительно этот спад в какой-то мере связан с тем, что ребята сейчас отправляются в армию, что они сейчас не продвигаются как группа. Но тем не менее, даже если BTS вернутся завтра с камбэком, это уже на ситуацию сильно не повлияет. И нужно просто одискать других звезд, которые готовы сейчас взять на себя, собственно, подавляющую массу внимания на мировой арене. И, естественно, сюда же мы обсудим речь Баншихёка касательно возвращения ребят BTS в 2025 году, что он сказал, то, что мы анонсировали это в своем заявлении, когда говорили о том, что ребята планируют пойти на воинскую службу, на самом деле является просто моими мечтами, моими хотелками. Но никакого подтверждения, что ребята продлят свои контракты в 2024 году и вернутся полным составом в 2025 нет, потому что есть еще определенный промежуток времени до того, как стекут контракты, это все будет обсуждаться. Я уже видела беспокойство некоторых айвиков армии, которые писали у меня в комментариях, где, скорее всего, BTS распадутся, потому что Баншихёк вот так вот сказал, нет никаких гарантий, что ребята вернутся все вместе. Я могу сказать от себя следующее. Если бы у Баншихёка в перспективе были переговоры с BTS о продлении контрактов, что так и есть, сейчас заявлять, что 100% BTS продлят контракты и обязательно камбэкнутся, с его стороны было бы действительно давлением, оказанным на ребят BTS, и он не имеет права так заявлять. Единственное, что он может говорить, что он очень хочет, но право выбора останется за ребятами и будет уже результатом наших дальнейших переговоров с ними, так что я бы не стала по этому поводу раньше времени колотиться, просто нужно рассматривать вариант того, что каждый из мальчишек сейчас возьмет определенную паузу или уже практически, да, взял на воинской службе. Будет возможность поразмыслить, в каком направлении они хотят двигаться, и уже в конце концов, после всего этого, принимать решение, им тоже нужно время. И сейчас давление на них это не самое лучшее решение, и я за это Баншихёка уважаю, конечно же. Коллаборация для меня лично достаточно неожиданная с артисткой Соу Юн. Которой я заколадбилась с Нам Джуном из BTS. Потому что эту артистку я не слишком-то знаю. Я уже по заявочке посмотрела этот клип, выйдет на Rerun+. От себя скажу, что не совсем мое, но глубина в этом присутствует, и действительно Нам Джун в этом всем просмотрелся хорошо, да и сама артистка Соу Юн, для меня лично недостаточно известная, показала себя очень убедительно, поэтому я считаю, что коллаборация вышла успешно. Естественно, мы не можем пропустить и не поговорить про нашего Чим-Чимку, который выпустил предебютный релиз. Вот так скорее это можно назвать, потому что сам выпуск альбома запланирован, как мы уже с вами миллиард раз обсуждали, на 24 число, и сейчас вышел его трек. Получила название Set Me Free по ту, и уже есть интервью Чимина, в котором он немножечко поделился, что что за композиция, что что за песня, и почему там вдобавку идет по ту, хотя ранее ничего у Чимина с таким же названием не выходило. Он сказал, что дело все в том, что ранее у Юнги в Диту похожая тема транслировалась, и как будто бы сейчас композиция Чимина является несколько не то чтобы повторением, а продолжением, поэтому он решил обозначить второй циферкой, это так славно, что даже ребята после того, как начинают заниматься какой-либо сольной деятельностью, их творчество так или иначе между собой связано, это прикольно. Я тут, конечно, сейчас мало что могу сказать конкретно по этому релизу, потому что сама только посмотрела клип, опять же, дождитесь мою реакцию на Rerun+. Хочется больше подробностей, возможно, еще будут какие-то дополнительные интервью, плюс Чимин же должен в дальнейшем продвигаться. Посмотрим, поглядим, но мне уже сейчас очень хочется знать ваше мнение касательно этого релиза, как сказал Пидок, звездный продюсер BTS и Big Hit вообще, мюзик ныне, да, что то, что готовит для нас Чимин, просто потрясет мир, и я согласна, работа, сам клип, который вышел, и сам трек действительно настолько шикарны, с одной стороны, с другой стороны, до гениальности минималистичны, и вмещают в себя такую большую эмоцию, очень здорово. Чимин очень хорошо постарался, и вы знаете, я от него меньшего не ждала, но и мне кажется, он все равно умудрился превзойти какие-либо мои ожидания. Сюда хочу, наверное, еще также добавить, что очень жду возвращения ребят к Индам. Вы знаете, я не слишком ровно к ним дышу, несмотря на то, что не так часто появляются какие-либо по ним обсуждения, тем не менее, я вижу все эти тизеры, все фотографии, которые выходят, и да, это те Киндам, которые я люблю, вот-вот у них свершится клип вас. В любом случае, уже по тизерам я оставляла даже свой комментарий. Если вы еще не ждете Киндам, обратите на них, пожалуйста, внимание. И еще касательно одного из звездных ожидаемых релизов, это сольный дебют Джессу. Уже с вами ранее затрагивали эту тему, альбом должен получить название Ми. И не буду сильно останавливаться, но и как бы пропустить не хотелось. То есть у нее вышел тизер, и, естественно, это все очень гармонично подходит самой Джессу. И сопровождение музыкальное струнное, и эти цветы, и она настолько выразительная. Вы знаете, я люблю, когда выразительно. И в этом присутствует такой шарм именно Азии, да, вот, дыхание традиционной Азии. Мне тоже очень понравился тизер, поэтому, опять же, у меня большие ожидания касательно ее сольного дебюта. На этом, ребят, закругляю новости, буду ждать ваши отзывы в комментариях. Спасибо большое всем ребятам, кто не забыл поставить мне большой пальчик вверх. И особая благодарность тем, кто становится спонсорами новостных выпусков. А на этом пока что все. Саран-саран, с вами была Ари Ран. Люблю вас, целую. Пока-пока-пока.